Итак, привет, друзья! Вы на канале Михайлов Олег Стартап. Меня зовут Михайлов Олег, мы занимаемся ремонтом бытовой техники в США, работаем мы в силиконовой долине в Калифорнии, а также в Тампе, штат Флорида. Если вы техник и занимаетесь ремонтом бытовой техники, вам нужны заказы, вы хотите работать с нашей компанией, пишите нам в Инстаграм-канал, также пишите нам в Телеграм-канал, пишите в комментариях в Ютубе. И внизу будет ссылочка на Google-документ, где вы можете его заполнить, где мы с вами обязательно свяжемся и поработаем вместе. В сегодняшнем выпуске мне хотелось бы поговорить с вами о такой интересной вещи, как... ну, многих людей интересуются следующие вопросы. Как получают технику зарплату, как платят нам клиенты, как мы формируем цену для клиентов. Да, и вот об этом, обо всем мы обязательно поговорим в сегодняшнем выпуске. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. И мы начинаем, погнали! Итак, друзья, еще раз всем привет! Сегодня я хотел бы с вами поговорить о следующей теме по поводу денег. По поводу денег. Как-то не забывайте подписываться на Инстаграм-канал, где я буквально два дня назад отвечал на комментарии под Ютуб, ну, к Ютуб-каналу Михаилов Олег Стартап. Вот. И многим людям, которые задали свои вопросы, я скинул ссылочку на Инстаграм, где прозвучали их вопросы, где я сделал такой ответик. Ну, может быть, не совсем развернутый, но, в принципе, ответ. Вот. И пока я читал эти комментарии, мне пришла такая мысль, о, я же совсем не рассказывал вот про такие моменты, как мы платим техникам, как клиенты нам платят, да, вот, как вообще весь этот процесс проходит, как формируются цены и так далее, и так далее. Давайте обязательно вам сейчас расскажу в этом выпуске. Итак, значит, первый интересующий вопрос, а как мы платим техникам? Друзья, смотрите, у техники работают на проценте от сделки. Соответственно, в принципе, у всех компаний так происходит, да, в редких случаях техник получает именно зарплату, фиксированную какую-то, не в зависимости от того, да, сколько он там закрыл сделок. Ну, наверное, у него есть какой-то там план, а то его уволят, да, но обычно многие компании работают просто за процент. Соответственно, процент вот этот у всех техников и в разных компаниях разный. Я когда-то, помню, уже рассказывал это в каком-то из видео, да, вот, не помню, правда, в каком. Соответственно, вот этот процент у всех техников разный, вот, и колеблется там от 35 до 50 процентов. Вот примерно вот такая вот в среднем вывалится, да, вот такая ситуация на рынке. Соответственно, платим мы своим техникам каждые две недели, вот, какие-то компании платят раз в месяц, вот. И также клиенты нам платят, могут нам заплатить следующим способом. Мы говорим о том, как клиенты вообще в принципе могут заплатить. Они могут заплатить кэшем, могут заплатить карточкой, они могут заплатить чеком. Вот в Америке есть очень популярная такая тема, чековая книжка, и вот они выписывают чек на компанию, да, и ты можешь этот чек пойти, сдать в банк, вот, и денежки упадут, спишутся с его аккаунта, да, с аккаунта клиента, и упадут тебе в аккаунт, вот. Также можно, могут клиенты заплатить через Venmo, также клиенты могут заплатить через Zelle. Venmo и Zelle, я сейчас объясню, ну, Venmo это такая, как бы такая программка, типа как PayPal. Также клиенты могут заплатить через PayPal. То есть, это такие программы, к которым можно подключать карточки, да, и, как бы, там есть такой виртуальный счет, и ты можешь в этом виртуальном счете перекидывать деньги, там, с одной карточки на другую, там, можешь хранить эти деньги, вот, прям, локально, в Venmo или в PayPal. Вот, что такое Zelle? Zelle – это такая, тоже такая технология, да, которая привязана к банкам в Калифорнии. То есть, вот, например, вы просто открываете там любой банк, и вы можете зарегистрировать себя в Zelle. По Zelle вы можете переслать деньги друзьям, по Zelle вы можете передавать, ну, то есть, знаете, это как онлайн-банк. И вы можете вот по этой Zelle, имея почту или телефон тому, кому вы хотите переслать деньги, вы можете вот как раз деньги вот эти пересылать. Там есть ограничение в день не больше 5000 долларов, можно перечислить, вот, ограничение такое есть. Вот, и в месяц там тоже какое-то ограничение, вы в месяц не можете там больше какой-то суммы передать. Вот, также эту Zelle я использую для зарплаты, то есть, для всех ребят, кто живет в Калифорнии, я им просто сразу на карточку перечисляю все денежки, которые они заработали. Вот, ну, вот примерно вот в общем приближении вот так это все устроено. Так, теперь, как же формируются цены на, ну, для наших клиентов? Смотрите, ну, в принципе, как формируются цены? Есть цена за лейбор, за работу. Обычно эта цена от 220 долларов и выше. Также, помимо работы, есть еще какие-то запчасти, которые мы должны установить для клиента. Эти запчасти, они тоже имеют закупочную цену, они имеют розничную цену. И продаем мы это все дело розничная цена плюс маржа, плюс маркап. Маркап – это наценка. Соответственно, вот смотрите, давайте представим, что парт стоит, ну, короче, 100 долларов, да, для, ну, там, для покупателя. И вот на эти 100 долларов мы накидываем, к примеру, 35% наценки, да, и получается то, что мы уже продаем этот парт не за 100 долларов, а мы продаем его за 135. И по закону мы должны так делать, потому что мы не магазин, мы не должны, как бы, продавать по цене магазина, да. Также, вот в эту цену парта включается доставка и включаются налоги, таксы, да. Вот, и вот все, вот за все это дело вы, так скажем, даете estimate клиенту. Labor плюс вот этот вот, все парты с наценкой. Вот, как же потом техник получает деньги? А очень просто, то есть, берется вот эта вся сумма, да, которую он закрыл заказ, ну, предположим, там, не знаю, 500 долларов, он на 500 долларов закрыл заказ. Вот, мы вычитываем из этого, из этих 500 долларов реальную цену парта, да, предположим, там, не знаю, там, 80 долларов, да, реальная цена вычли. Вот, и те деньги, да, которые остались, да, из этих 500, минус 80, мы посчитали процент технику, то есть, чистой прибыли, да, мы посчитали технику процент его. Вот, значит, у каждого техника, как я уже сказал, процент там свой, это зависит от того, сколько он работает, как он работает, сколько у него ревью, хороших ревью или, там, у него плохие ревью. Значит, умеет он варпой заниматься, не умеет он варпой заниматься, там, ну, и так далее. То есть, у каждой компании свои мотивационные листы, да, вот, там, например, есть у него какие-то лицензии или нет каких-то лицензий. Если у него есть лицензии, значит, он более самостоятельный техник, который может получить больший процент, да. А если у тебя вообще ничего нету, даже инструментов нету, ну, значит, ты и будешь получать, там, на старте, там, 35-40 процентов. Вот, как-то так. Значит, да, и вот из этих 500 техник получил свой процент. Вот. Собственно говоря, все. Что тут еще можно добавить вот в этой схеме? В этой схеме еще есть такое понятие, как, ну, какой попадается плайнс, потому что бывает реально дорогущие плайнсы попадают, попадаются, да. И там, ну, реально, там стоят сами запчасти для этого плайнса, парты, да, очень дорого. Например, я не знаю, холодильник Саб-Зиро, да, там один гаскет может стоить, там, 300-400 долларов. Вот. Ну, если кто понимает, о чем я говорю, да. Также хочу сказать, что есть такая книжка Blue Book, вот. И там, в этой книжке описаны множество партов, множество работ уже с ценами. Вот. То есть, это такое, так скажем, книжка такая, да, на которую, которую написал, как бы, да, честно говоря, не знаю, кто написал, но я знаю историю, да, эту книжку написали специально для того, чтобы можно там в этой книжке было посмотреть, вот, примерно цены, что, сколько стоит, да. Че почем, хоккей с мячом. Вот. Я так скажу, что некоторые позиции у нас, если смотреть по этой книжке, они чуть дешевле, а некоторые позиции, ну, чуть дороже. Поэтому в среднем по больнице у нас все-таки цены чуть ниже, чем в этой книжке, потому что если бы мы брали эти цены только из этой книжки, вот, или делали бы их даже чуть выше, то, ну, это было бы, ну, нам гораздо дороже. Так, некоторые, некоторые компании делят лейбор, да, по брендам, например, там, какие-нибудь вирпулы, что-нибудь такое, там, 220 долларов, да. Если мы говорим там, смотрите, машина, чуть мотоциклиста не прижала. Смотрите, если мы говорим с вами о каких-нибудь там мили, дешевошерах, да, там, Bosch, Thermador, Sub-Zero, каких-то таких апплайнсов, то, естественно, там, лейбор будет просто гораздо дороже. Ну, там, выше 300 долларов точно, да. Вот. В общем, друзья, на самом деле в одном видео, да, вот так вот просто вам объяснить все ценообразование очень сложно. Это нужно начинать работать, это каждый день за днем нужно, как бы, прокачиваться. Нужно, вот, как бы, объяснять, рассказывать. Именно поэтому, да, я создаю сейчас на платформе, да, я сейчас создаю обучающие курсы. Да, у нас будет с вами такая платформа. Человек может подключиться к этой платформе и начинать проходить какие-то тренинги, начинать проходить какие-то обучающие видео, лекции, да. Вот, прокачивать себя в этой сфере, вот, там будет несколько ступеней, нескольких, несколько модулей. То есть, например, модуль для начинающего техника, да, в этом, на этой платформе я буду прям все подробно подготовлю курс, буду все рассказывать там. Что такое фьюз, как его чекать, как у нас ценообразование работает, там, пятое, десятое. Вот, конечно, это все будет в рамках нашей компании. То есть, это изначально придумывалось для того, чтобы сотрудники нашей компании прокачивались максимально быстро, да. Это абсолютно всех касается, менеджеров нашей компании, операторов нашей компании, техников нашей компании. То есть, все ребята, которые приходят к нам, также партнеров нашей компании, вы же знаете, да, мы открываем сейчас, хотим в конце года открыть, упаковать франшизу, вот, франчайзингный пакет. И всех наших партнеров, да, кто к нам подсоединится, мы для них тоже приготовим обучающий пакет. Как сделать рекламу, как сделать телефонию, что входит в пакет, пятое, десятое, как нанять персонал, как сделать логотип, как это все быстро сделать, максимально качественно, максимально быстро, максимально за хорошие деньги, да. То есть, поэтому мы и хотим вот так вот привлечь к этой истории всех наших партнеров и готовим вот эту вот обучающую платформу, мы готовим вот эту вот обучающую историю, да. Вот, поэтому надеюсь, что к концу года у нас все это получится. Уже есть несколько видеороликов, да, которые я специально записал для этой платформы. Вот, скоро будем делать анонс, вот. И все те ребята, которые приходят к нам работать, они будут проходить через эту платформу. Также в этой платформе вы можете отвечать на тестовые вопросы, вот, сдал там тест, не сдал, вы будете прокачиваться, так мы будем понимать, зашло вам видео, поняли вы материал этого видео или не поняли, разобрались, не разобрались. Вот, и после этого курса, да, например, там после модуля 1, который будет посвящен техникам, да, вы просто уже можете пойти на практику, да, и начать уже работать в рамках. Вот, примерно вот что-то такое, ребят, вот. Ну, в принципе, вот и все, 13 минут видео. В этом видео я, в принципе, вот и все, что хотел вам рассказать сегодня. Спасибо, что вы смотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Вот, и до встречи с вами в следующих выпусках. Пока-пока.